Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. За минувший год в Израиле умерли 15 121 человек, которые пережили Холокост. И печальная новость заключается в том, что 900 из них скончались от коронавируса за последний год. И вот на этом фоне антисемитизм в мире только растет, и у него появился новый повод, тот самый COVID-19. У нас в гостях глава Центра еврейского воздействия, Сендер Форд Дживиш Импакт, Роберт Зингер. Роберт, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте зайдем с другого угла, со спортивного угла. Причем здесь спорт. Это связано с вашим проектом, который вы как раз и продвигаете. Без сомнения. В этом году мы будем отмечать 85 лет Олимпиады в Берлине в 1936 году, которая стала одним из перекрестков того, что происходило в Европе в следующем году. И, к сожалению, даже после всего этого времени, то, что мы видим, это то, что на стадионах, на спортивных площадках, спортивных клубах продолжается вести политика как отрицания Волокоста, так и антисемитизма, и расизма, и всех других вещей, которые с этими связаны. Это то место, где молодежь и взрослые встречаются вместе. Это то место, где десятки тысяч людей находятся вместе на стадионе. Это те места, на которых десятки миллионов людей видят их по телевизору, по средствам массовой информации. И поэтому именно в этих местах очень часто мы видим вспыки антисемитизма, включая вещи, которые связаны с Калакостом и обвинение евреев. В этом году, например, с коронавирусом и все, что с этим связано. Если еще немного про спорт поговорить, у вас, вот эта вот ваша инициатива, вы обратились к известным спортсменам низраильскому не только, полагая, что, собственно, они, будучи людьми узнаваемыми, могут как-то распространить вот этот вот месседж терпения, терпимости. Без всякого сомнения, что спортсмены и лидеры спорта являются как бы рольными моделями для молодежи. И то, что, например, сказал Омри Каспи или разные другие спортсмены. Макаби Телеви в баскетбол, надо подчеркнуть. Макаби Телеви в баскетбол, Эдематумба или разные другие спортсмены, которые с нами участвовали в этой акции. К ним прислушиваются сотни тысяч молодых людей. И их влияние на эту публику намного выше, чем влияние политиков, влияние министров. И многие случаи, в случае, это влияние... Один из футболистов израильских, я, в отличие от Омри Каспи, имя этого футболиста не знаю, просто потому, что баскетбол люблю, а футбол не очень, признаюсь. Но вот буквально свежая история. Наши израильские футболисты выступают, если я не ошибаюсь, в Шотландии. Был у него там неудачный матч, и болельщики этой команды просто в Твиттере... Просто была такая атака антисемитского характера. Это то, что мы, да, наблюдаем в последнее время в современном спорте. То есть у этой медали есть две стороны, что называется. И ни раз, и ни два мы наблюдаем и видим, к сожалению, становимся свидетельцами того, что какой-нибудь атлет из какого-нибудь условного Египта отказывается выходить, я не знаю, если это дзюдо или любое другое единоборство, на поединок с израильским атлетом. Это при том, что у Израиля и у Египта, я только напомню, мирный договор. То есть это даже не критика Израиля как такового. Это чистая ВД антисемитизм. То есть вот и сегодня и спорт, к сожалению, тоже становится ареной для подобного рода проявлений. Все правильно, я думаю, только не то же становится, а спорт как бы находится впереди всех других вещей. То, что вы сказали совершенно правильно, и об этом говорит Омри Каспи в своем фильме тоже. Когда он играл за Сакраменто, и когда Сакраменто проигрывал матч, он находил свои портреты в городе, развешанные, со сфастиками. И это Калифорния, где, в общем, довольно большое еврейское массивное присутствие. Без всякого сомнения, это происходит все время. Мы видим это не только с израильтянами, мы видим это, даже когда наши команды едут выступать в разных городах, то это постоянно присутствует почти во всех матчах. Как вам еще пришла идея, действительно, обратиться к довольно нетрадиционному, скажем так, каналу связи? Ну, как-то это значит out of the box, что называется, подумать и поговорить, обратиться к звездам спорта. Ну, мы начали это два года назад с Роман Абрамовичем, с Челси, когда мы провели громадную акцию, в которой участвовало десятки миллионов людей. И, кстати, акция, которая происходит сейчас, которую мы ведем сейчас, за последние 24 часа, к ней присоединились более 20 миллионов людей во всем мире, через социальные сети, через... в данную минуту, когда мы здесь находимся, это идет также и в NBA, и в разных... А негативные комментарии там тоже есть? Или политические, там, не знаю, Free Palestine, что-нибудь такое? Пока я этого не видел, пока я этого не видел, но я себе представляю, что это будет тоже. Один из челленджей всего того, что касается борьбы с антисемитизмом, в частности, и, наверное, особенно борьбы с отрицанием Холокоста, заключается в банальном времени, которое идет, и остановить его невозможно. И чем дальше мы отдаляемся от событий тех дней, тем, к сожалению, меньше становятся с нами свидетели этих дней. И, соответственно, более трудно, наверное, донести до людей всю трагедию, всю значимость. Событий тех лет. Сегодня все больше и больше, все громче и громче. Звучат голоса людей, которые говорят, ну, вы знаете, Холокоста либо не было, либо это все на самом деле настолько преувеличено, что само по себе является политическим давлением того же Израиля, допустим. Или мирового еврейского заговора. Ну, дальше, знаете, дальше там можно... фантазия только можно остановить. Вы совершенно правы. Мы 75 лет после окончания Второй мировой войны. Время проходит очень быстро. Вы сказали данные о количестве... Только за последний год 15 121 человек скончилось. И эти цифры будут увеличиваться с каждым годом. И, к сожалению, мы подходим к моменту, когда людей, которые жили во время Второй мировой войны, не останется больше живых. И поэтому то, что мы все должны делать, это действительно нести память этих людей. И то, что происходило, нести это вместе. Сегодня, как раз по дороге сюда, в студию, мне прислали выступление полковника, профессора в одном из самых ведущих вузах в России, в которой, кстати, уровень антисемитизма очень низкий, и который, давая сегодня брифинг, сегодня, в день Голокоста, международного Голокоста... На мероприятии, посвященном этому, да. На мероприятии, посвященном этому, да. Брифинг был людей, которые занимались образованием, в основном директорам школ, преподнес им целую концепцию о том, что Голокоста вообще никогда не существовало. 6 миллионов людей – это цифра. То есть все те вещи, которые мы даже не в состоянии, которых даже принятят людей, не только из Ленинградского российского государственного университета, а даже, как вы назвали, из стран, с которыми в Израиле нету хороших... Да, эта история была сегодня очень подробно освещена в российских СМИ, и руководство университета уже поспешило заявить, что это было частное мнение этого конкретного человека. не факт, кстати, если бы этот комментарий последовал, если бы действительно эта история не была так широко освещена в СМИ. Кстати, это о роли СМИ во всей этой компании. Без всякого сомнения. Сегодня Facebook выступил... Я только сегодня поставил письмо CEO Facebook, Широ Сандберг, о том, что они приняли новую политику, связанную с тем, как освещать вопросы Голокоста. И без всякого сомнения, что у социал-медиа и у СМИ есть... А как вы можете бороться, допустим, с теми потоками фейков, вбросов, антипропаганды, которая сегодня льется на нас через тот же Facebook, например? Я думаю, что основное это не молчать. И когда происходит то, что произошло сегодня в Ленинградской области, это сразу выходить с резкими акциями против этого. Когда что-то происходит на стадионах, выходить сразу с резкими акциями, не принимать объяснение о том, что кто-то здесь был неправильно понял, потому что все были правильно поняты. Да, но стратегически это входит в тот список задач, которые ваш центр еврейского воздействия должен решать. Наш центр еврейского воздействия решает практически задачи. Мы не занимаемся писаниями разных бумаг, стратегий и так далее. Мы занимаемся вещами, которыми нужно заниматься. Мы месяц назад провели большую акцию в Албании, две недели назад в Северной Македонии. Сейчас мы работаем очень тесно с дипломатическими представительствами здесь в Израиле по разным вопросам. И когда есть проблема такая, о которой мы говорим сейчас, об асимптизме в спорте, то мы сразу взяли это в свою сферу действий. И такция, которая происходит, была запланирована за три дня. И за три дня более 20 миллионов людей об этом мы услышали. Это именно такая вещь. Я хочу вернуться к этому моменту с Фейсбуком, потому что когда какой-нибудь правый экстремист начитается вот этот поток всего, что угодно относительно всевозможных обвинений в адрес евреев, да, он возьмет ружье, придет к синагоге, где-нибудь в Соединенных Штатах, в каком-нибудь маленьком тихом городке. И вот вам очередная трагедия. И это не голословное утверждение, такое уже было. И это большая проблема. Сегодня в Соединенных Штатах Америки 9 из 10 евреев, членов еврейской общины, считают, что они находятся под таким или иным влиянием антисемитизма и чувствуют себя некомфортабельно. Я хочу вам сказать, что также с израильской стороны. Мы провели, наш центр провел недавно исследование с центром картографии о том, что думают израильтяне об евреях, которые живут в диаспоре, и насколько они должны чувствовать себя, так сказать, спокойно. Интересно. 75, у меня здесь как раз эти данные, 75% израильтяне считают, что единственное место. Нам, как бы, израильтяне иногда это приятно слышать, но 75% израильтян считают, что единственное место, где евреи себя могут чувствовать спокойно и в безопасности, это в Израиле. То, что интересно, это то, что 85% израильтян, которым более чем 85 лет, считают именно так. И 90% из ультрарелигиозных видят это именно в таком виде. Для нас, как израильтян, это звучит почти нормально. И даже более того, для этого создавали государство. Естественно, да. Мы счастливы здесь жить и так далее. Но, с другой стороны, это показывает совершенное непонимание израильской публики того, что происходит в диаспоре. Поясните. 50% или даже более 50% еврейского населения все еще находится в диаспоре. Израиль должен заниматься вместе, должен видеть себя как бы ответственным за это население. может быть, не точно так же, как для израильтян, но имеет определенное родо влияние на этих людей. Определенное влияние. И должен видеть это именно в этом контексте. Евреи в диаспоре будут продолжать жить все следующие десятилетия тоже. И поэтому видеть нужно именно в этом контексте, как мы и евреи в диаспоре можем работать вместе, заниматься... У нас целое министерство было создано для этого, для... Министерство было создано, которое делает очень важную работу. С связи с евреями диаспора. Да, он рынки левих. Делает очень важную работу. И у них есть много очень важных проектов. И вместе с тем, по-видимому, тема эта должна была быть не в определенном министерстве, а должна была быть, как и было в начале создания государства Израиля, первые 50 лет. Эта тема должна быть в канцелярии премьер-министра и в Моцар-Бетхон-Люми. Совет по национальной безопасности. Вы говорили о реальных задачах, о конкретных практических задачах. Вот я предлагаю вам еще одну, которую на практическом уровне надо будет решать в контексте антисемитизма современности. Это пандемия COVID-19. И новые витки, я не знаю, обвинений в мировом еврейском заговоре. Якобы это мы все развязали для того, чтобы в этом хаосе попытаться извлечь какую-то выгоду. Это тоже, на самом деле, направление, по которому стоит работать. Поскольку я открою вам секрет, и, может быть, даже не открою, может, вы знаете, что в Твиттере один из самых популярных тегов по теме – это COVID-48. 48 – как год создания государства Израиля. Без всякого сомнения. Тут как бы есть в двух направлениях. Одно – это то, что количество физических атак на евреев в разных странах мире уменьшилось. По той простой причине, что люди просто не находятся на улицах и не находятся в разных общественных местах. Вместе с тем, когда смотришь, что происходит на социальных сетях, то цифры ужасающие. И не только ужасающие, а действительно приводят к состоянию, что начинаешь думать, что точно здесь происходит. То, что я думаю, что произойдет, я думаю, что будет только хуже. Вам кажется, что мы вступаем в эти темные времена на вето, когда было нормальным обвинять евреев во всем? Я думаю, не то, что мне это кажется, я думаю, что это то, что происходит сейчас в социальных сетях. Потому что евреи действительно обвиняются в том, что COVID-19 был придуман для обогащения, что во главе всех Pfizer и всех других компаний стоят евреи. Израиль сегодня находится на уровне, наверное, не сравнено, не возможно сравнить ни с США, ни с Америки, ни с Европой по количеству... По процентному отношению мы, конечно, лидеры. И поэтому видят это все. Есть группы населения, которые видят в этом действительно какой-то... Роберт, надо встречаться с Цукербергом, я считаю. Я, конечно, думаю, что с Facebook у нас более-менее установлены очень хорошие отношения с еврейскими организациями и с Facebook. Я думаю, что это будет продолжаться, потому что я думаю, что это даже зашло настолько далеко, что это надо будет действительно останавливать. Роберт Зингер, глава Центра еврейского воздействия, Center for Jewish Impact. Большое вам спасибо за этот разговор. Ну и чтоб не показывать, что дата, Международный день памяти Жирского холокоста, это только дата, а сама проблема, как вы говорите, еще останется, поэтому будем ее с вами здесь, в том числе, обсуждать в будущем. Спасибо вам. Большое...